МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жанна Андреевна, как будет по-чукотски? Здравствуйте, хорошего вам дня. Я так. Мачда нам еще, нам еще, на чван. Красивый язык, пластичный. Чукчунасы в республике живут только в селе Колымское. Они компактно проживают именно там, в поселке Колымское. И численностью где-то около 400, чуть более 400 человек. В городе 10 человек даже не наберется, наверное. Если так, если постараться, то можно набрать. В основном вот так. Как так получилось, что именно Колымское осталось одно место компактного проживания Чукчей в республике, а остальные все живут на Чукотке, это же рядышком Билибино, да? Да, это соседи. Наши граница Черский и Анюськ. 90 километров разделяет эти села, поселки. Ну, это исторически как-то так сложилось. Как они появились на Колыме, тоже вопрос. Очень интересный. Надо его как-то исследовать, действительно. Но мы с Чукоткой очень тесно дружим. Вот именно с Билибинским районом, с нашими соседями. И у нас проходят съезды. Вот третий съезд был нынче. И наши постоянные участники, наши особенные гости, это гости из Чукотки. Если говорить о сородичах из Чукотки, языковые различия есть между Чукчей и Колумбского и Чукоткой? С нашими соседями, с Билибинским районом практически нет. Мы понимаем друг друга. А те морские Чукчи, которые живут у моря, а там у них, да, у них различия, у них очень выражены женское произношение и диалекты, которых мы не можем понять. Кстати, я слышала, что язык Чукчи разделяется на женский и мужской, да? Да. Это как понимать? То есть женщины должны говорить определенным образом, мужчины так не должны говорить, да, или как? Всё верно. Всё верно. То есть цокают. Женщины цекают или цокают. Цекают. Например, если мы говорим у нас на Колыме, у нас мужское произношение. Мы говорим рапынгель, например, да, а женщины на Чукотке могут сказать цаапынгель. Язык сложный, да? Да. Говорят, что сложный. И очень печальный факт тот, что он относится к языкам исчезающим на сегодняшний день. Дети наши не разговаривают между собой. Если вот, может быть, вы помните, да, вот вспоминали время от 30-летней давности, когда в каждой семье говорили на чукотском языке, между собой дети разговаривали. Я в 91-м году была в селе Колымское, в посёлке Колымское. И тогда он, язык, был на бытовом уровне. И дети маленькие, и между собой так свободно разговаривали на чукотском языке. Мне тогда так понравилось. Ну, прошло 30 лет, и сегодня уже качество... Совсем другая картина. Говорение другое, да? Совсем другая картина. Но усилиями местных властей, большой поддержкой правительства у нас всё же идёт работа по сохранению чукотского языка, по сохранению чукотской культуры. Выпускаются учебники. Как бы это идёт постоянно обновление. Потому что тот книжный фонд, который был до, скажем, 2010-х даже годов, он давно уже устарел и требовал новых каких-то обливаний. Я помню, буквально в прошлом году, в 2020-19-м были проблемы по изучению родного языка в школе в Колымском, Чукотском. Как сегодня этот вопрос решается? Решился ли? Решился. Он должен вообще на самом деле решаться на муниципальном уровне. Мы выясняли тоже, в чём причина, в чём проблема такой ситуации. В общем, там сейчас как бы идёт работа по восстановлению прежней нагрузки, прежних часов. Надеемся, что всё получится. Были мнения, что родители сами не хотят, чтобы дети учили язык родной чукотский. Было такое? Я этого не слышала. То есть родители ходят, просто это какие-то бюрократические моменты. Бюрократические моменты повлияли на этот ход событий. Но родители все за. У нас очень такой уникальный посёлок. В нашем посёлке проживают представители пяти северных этносов. Это Чукчи, Юкагиры, Эвены, северные якуты и потомки русских старожилов. И что самое отрадное, на сегодняшний день такое языковое соцветие, оно ещё присутствует. Оно ещё есть. То есть мы можем слышать и юкагирскую речь. Вот у меня соседи Юкагиры Куриловы. Они между собой разговаривают. Я слышу ивенскую речь. Также чукотская ещё у среднего поколения есть. То есть мы можем разговаривать на своём родном языке. И как бы хотелось, чтобы вот это всё продлилось. Вот это вот состояние языковое. Потому что во всём соцветии это разнообразие мира. Есть ещё такое понятие, как взаимопроникновение культур. Возможно ли такое, что языки путаются? Бывает в одном предложении могут использовать слова из другого языка? Сами того не замечая бывает? Бывает. Сами того не замечая. Вот я приводила пример моих соседей Варвары Ильинична Курилова. Она приходит к нам разговаривать на чукотском языке. Тут же ей звонят. Значит, она может тут же говорить на юкагирском. Потом снова возвращается на чукотский. И у неё, по-моему, где-то в процессе этого может где-то проскользнуть юкагирское слово. Или наоборот бывает. Потом смеёмся тоже. Уже сами того не замечали. Сами того не замечали. А знаменитый ансамбль чукотский «Ярар», как он сегодня работает? Сейчас директором сельского дома культуры в поселке Колымске у нас назначена Бандерова Мария Анисимовна. При ней художественный руководитель Екатерина Альбертовна Богер. Они подготовили на этот съезд очень яркую, очень насыщенную программу. И до этого я видела их номера. Приезжали дети в 2019 году. Участвовали в программе СЭХ «Республиканский» на Северной площадке. И тоже там были очень яркие номера. Импонирует то, что дети очень с интересом и с большим удовольствием участвуют в концертной деятельности. Они поют на чукотском, они разговаривают на чукотском и танцы. Очень такие красивые, зрелищные танцы. Я помню, давно мы снимали детский ансамбль «Ерар». Тогда руководителем была Таня Бегунова и Анна Дмитриевна Неустроева. И вот звучание настоящего чукотского языка, когда дети сами так легко, хорошо говорили, пели. До сих пор эту передачу старенькую пересматриваю. И думаю, сейчас как вот, так ли дети себя чувствуют уверенно. Хорошо, что вот у вас в фонде есть такие записи, и их надо прокручивать. То есть, все равно эти записи увидят и наши руководители, и руководители этнических таких-то ансамблей. Потому что на этом мы учимся. Неустроева Анна Дмитриевна, это, конечно, у нас эталон. Она была и руководителем, она сама и была исполнителем, и занималась пошивом костюмов, национальных костюмов. И что всегда отмечают у наших артистов, это настоящие костюмы, сшитые из натуральных материалов. Да, их ни с чем не спутаешь, ни с каким другим народом не спутаешь, чукотские костюмы. Притом, вот эта вот красная краска костюмов. Да, такая очень кропотливая работа, но она того стоит. Она всегда выигрышно смотрится, и на всех мероприятиях просто как-то очень красиво выглядит. Думаю, секрет шитья, выделки шкур именно чукотских, они сохранились? Они сохранились, и в нашем поселке у нас работают над этим две мастерицы народные, это Третьякова Альбина Ивановна и Дичкова Вера Гавриловна, которые оказывают большую помощь в этом. Они выделывают шкуры, оформляют костюмы, орнаменты. Сейчас много возможностей все это зафиксировать в виде видеосъемок, фотосъемок. Думаю, что этим уже занимается. Я знаю, что Макар Семенович Курилов много снимал, он патриот своей родины. Он большой молодец. И поет, и пишет, и снимает. На родных языках. Уникальный человек. Да, уникальный материал у него тоже есть. Он даже нам показывал, по-моему, захоронение, как сейчас хоронят по старинному обычаю. Съемки у него были такие. То, что он видит, он тундру снимает хорошо. Так что, конечно, спасибо большое, Макар Семенович, за то, что сохранил. Спасибо большое. Я хотела бы тоже пожелать, чтобы те крупицы, которые сегодня остались, мастерицы, их надо фиксировать, писать, писать, записывать, запоминать на бумаге, на видео, фотографии, в любом формате их надо сохранять. Передавать молодым. Да, потому что уйдут и все это тоже уйдет. Где-то какую-то мелочь забыли и получится, что уже не то. Не то. А насчет костюмов, если говорить, я всегда на праздниках любуюсь чекотскими костюмами. Мне нравится эта свобода движений, один керкер, чего стоит, да, он такой функциональный, красивый, в то же время и как концертный, и как повседневной жизни, да. И пятнистые шкуры обязательно, костюмы из пятнистых шкур оленей, очень красиво. Наверное, на празднике оленеводов вот это все расцветает. Расцветает, да. Прямо радует глаз, потому что тут, конечно, для мастерицы это более творчество, море фантазии. Но самое интересное, что вот этот вот канон, да, традиционно сохраняется. Это самое главное. Это самое главное. Спасибо, Жанна Андреевна. Мы уходим на небольшую рекламу. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. Ждем вас через некоторое время. в прямом эфире. В прямом эфире сегодня в студии Жанна Андреевна Андреевна Ячкова, председатель ассоциации Чукчи Лаура Витланов Республики Саха-Якутия. Лаура Витлана в переводе «настоящие люди». Чукчи такие мужественные, сильные, красивые народ, да, который ни перед кем не прогнулся, ни перед кем не сдался. сам такой вот красивый, честный, или талантливый и очень таинственный народ, Если говорить об обычаях, о приметах, о жизни, культуре Чукчи, Жанна Андреевна у нас телефонный звонок, примем, да? Примем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Это прямой эфир? Да, это прямой эфир, вы в прямом эфире. Пожалуйста, у вас есть вопросы? Я слушаю вашу передачу. Это коренной якут. И вот восхищаюсь людей, которые возрождают свою культуру, язык, быт и творчество. Спасибо им за этот неустанный благородный труд. Им надо гордиться и поставить большой памятник на халу, на халу, на халу, на халу. Спасибо большое. Спасибо большое за пожелания, за такие хорошие, теплые слова. Боже, спасибо. Наш эфир смотрят не только нашей республики, но и за пределами. Бывают звонки из Камчатки, из Магадана, из Хабаровского края. Так что наши сородичи, которые живут и за пределами, тоже смотрят, интересуются нашей работой. Жанна Андреевна, если говорить о чукчах, это очень таинственный народ, я заметила, обычаи, обряды, очень много того, что люди не знают, они как бы иногда принимают какие-то услышали где-то и думают, что это правда. Допустим, татуировка. Ой, у нас звонок еще один. Алло? Алло, здравствуйте. 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 Я очень рада тоже сегодня слышать передачу про... Можно говорить, да? Да, да, да. Я очень рада сегодня слышать передачу про чукотский язык. Это очень редко бывает, насколько я понимаю. Я сама занимаюсь языками, и имя это у меня на слух уже Анна Дьячкова. И вот я заинтересовалась информацией, вы сказали, что среди родителей вообще нет такого мнения, чтобы отвадить от родного языка, своего ребенка же. Нет такого мнения среди родителей, да. Тем не менее, извне насаждается общество такое мнение, что родители дают детям установку, чтобы их значит отгородить, отгородить, отдалить от родного языка. Я еще раз сегодня убедилась, что ни у кого этого нету. даже у чукчей, которые в основном компактно проживают в одном селе, да, так и у якутского народа такого же нет, да, нам извне насаждается такое мнение. Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо. Большое за вопрос. Вы правы в том, что все-таки нет этого, да, потому что родители сами осознают, что если нет языка, то нет и народа. я сама родилась в Колымском, закончила там школу, в 86-м году поступила в Якутское музыкальное училище, но постоянно у меня такие тесные связи с поселком были, у меня там жили мама, брат родной, и как у нас получилось, что мы говорим на Чукотском, это благодаря бабушке. Я думаю, бабушке это вот как бы такой очень особый у нас народ, который несет в себе, скажем, даже всю селенную, мудрость всю селенной. Благодаря бабушке мы разговаривали на родном языке, потому что мама у нас работала, ну, как все мамы и папы, мы разговаривали с нею на русском языке, но с бабушкой в течение всего дня на чукотском языке. Так прошло у меня детство, потом, значит, мы выпорхнули из родительского гнезда, и вот пошло вот это вот как бы постоянно, как бы не то что давление, а преобладание русского языка в семье, и самое интересное, что как бы человек все равно всегда возникает такие ситуации, когда человек возвращается к своим истокам. По силу обстоятельств я оказалась на Чукотке, в Билибинском районе, в райцентре Билибина, и устроилась там на работу, мне было очень интересно узнать вот про этот регион, про свой родной регион, историческую родину, и два года я там прожила, но там как-то я не ощутила такой вот, вот именно там я ощутила потребность в чукотском языке. Я искала, я искала людей, которые разговаривают на этом языке, я искала, я хотела слышать эту речь, и там вот как раз оно, как раз вот это вот расцвело, и слава Богу, что я оказалась в той ситуации, что до сих пор как бы я пребываю в этом. Это как толчок, это был очень хороший толчок к повышению национального самосознания, когда на Чукотке и ищешь людей, говорящих на родном языке, да? Вроде бы. Ну, получилось так, Билибино это райцентр, там в основном проживает как бы русское население, и да, действительно, там было как бы сложно с этим. Я сразу влилась в актив КМНС, и просто бежала, когда у нас были заседания, потому что можно было там поговорить на родном языке. То есть большая ответственность за сохранение родного языка лежит на родителях, на бабушках, дедушках, которые владеют языком, то есть семье должны говорить, это уже аксиома, это уже давно подтвержденный факт, и радует то, что родители понимают всю ответственность. Да. Они хотят, они хотят, чтобы дети учились в школе, родной язык учили, чтобы в семье говорили, праздники проводят. Большое спасибо, конечно, всем, тем, кто понимает всю важность этого момента. Вопрос на засыпку. А сына своего вы учите чукотскому языку? Как вас учила бабушка, допустим, и с мамой вы разговаривали все время на чукотском языке? Да, у нас уже были выступления, конкурсные выступления на стихотворения на родных языках, у нас были выступления в спектакле, мы в этом году тоже, в прошлом году поставили, в этом году поставили спектакль от начала до конца на чукотском языке, и он был у нас героем, он был как бы будущим женихом, и он там говорил свою речь на чукотском языке. Вот как педагог вы, наверное, можете даже отслеживать ребенок, который растет в чисто русскоязычной среде, он говорит только на русский язык, слышит, и компьютеры, и книги, все на русском языке, как он оторванный от социума, там, где люди говорят на своем языке, в данном случае от колымского, как он воспринимает язык, как он говорит, есть ли желание, вот это вот все можно, наверное, отследить хорошо. Да, это очень можно отследить, и это просто как бы, как лакмусная бумажка, все отслеживается, на самом деле первая реакция была как бы противная, то есть он говорит на русском, рядом говорят мои друзья на русском, а тут я как-то его заставляю даже говорить на непонятном языке, но самое интересное, что вот уже как года два мы в этом варимся, и у него уже открытый, он уже открыт к тому, чтобы дальше учить, он спокойно воспринимает новые тексты, он очень рад, когда мы едем в Колымское, потому что там, во-первых, много родственников, и вот там очень такая яркая и насыщенная жизнь, вот именно с языком, мы ходим в школу, мы ходим в клуб, бабушкам, к дедушкам посещаем, и он всегда слышит. И ребенок, наверное, получает именно тот вот взнос, всплеск, эмоции, всего, вот воспринимает себя, самоидентифицируется, да, самосознание пробуждается, он даже не понимая этого. Не понимая этого, как бы в своей естественной среде, ага, и он еще больше раскрывается, и просто как бы с тоской уезжает оттуда. Да, беда всех городских детей и детей, которые живут в крупных районных центрах, это то, что очень много интернет, очень много информации на русском, на английском, но только не на родном языке, это есть, да, поэтому только родители в семье с рождения могут как бы привить ребенку язык и любовь. Это я на своих детях тоже испытала. Жанна Андреевна, по поводу обычаев чукчей, вот, шито лицей, в романах всегда есть татуированные лица, было время, вы, наверное, тоже застали бабушек, у которых были татуировки на лицах, да, что они означали, и сегодня, конечно, не будем говорить, что сегодня надо делать, набивать эти татуировки, я так понимаю, это оленьий волос, который выживлялся в кожу, да, даже на татуировку это или как? Да, что-то такое было, связано, такая процедура, мне кажется, болезненная, ага, но она означала там род, сколько детей, какая семья, вот это все как бы такие условные знаки, условные символы, которые говорили за себя. свой паспорт на лице, свой паспорт на лице, да, что как бы увидев его, можно было уже знать, с кем ты говоришь. Сегодня из Чукчи очень ярко, все знают в республике нашего Вячеслава, очень семья такая, очень хорошая, дружная, большая семья Вячеслава, Вячеслава, у него и отец такой интересный был, и мама, да, семья такая хорошая, Я скажу, что это как бы представители типичной чукотской семьи, да, ну, мама у них юкогирка, но это такое очень обычное явление у нас на севере, когда представители разных народов северных, и они создают семью, при этом много примеров, где главенствующий язык это чукотский. Вот моя семья, например, у меня мама ивенка, чистая ивенка, папа чукча, но в семье мы говорим на чукотском, бабушка у меня говорила на пяти языках, как и многие, вот, ее поколение, они говорили на, вот, на многих языках КМНС. – Да, это такое богатство, да, интересный момент, да. Уважаемые радиослушатели, телезрители, Жанна Андреевна, мы уходим на небольшую рекламу, не переключайтесь, будьте с нами, встретимся через некоторое время. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире программы «Геван», я ее ведущая Наталья Сметанина, мы работаем в прямом эфире, можете присоединиться к нам, звонить по номерам телефонов 320066, 3211 66, с нами работают режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Николай Слепцов. И сегодня в студии Жанна Андреевна Дичкова, председатель ассоциации Чукчи и Лауры Ветланов Республики Саха-Якутия. Жанна Андреевна, из поселка Колымское вы, наверное, первый человек, который получил консерваторское образование, да, такое серьезное классическое образование. С нашего поселка у нас есть первая балерина, возможно, в мире первая балерина Кргетаун Александра Константиновна, она сейчас долгое время проработала в театре оперы-балета, сейчас она преподаватель хореографической школы. Дальше у нас Фомина Марина Николаевна, она закончила институт культуры в Улан-Удэе, тоже, также работает сейчас артистом в национальном оркестре, да, и закончила, да, новосибирскую консерваторию по специальности фортепиано, получила степень бакалавра, вот, и работаю сейчас в детской школе искусственной МР-1 на отделении фортепиано, свою работу очень-очень люблю, потому что у меня нет плохих учеников, я люблю всех учеников, есть, может быть, какие-то дети, которые требуют больше внимания, но я благодарю и их, потому что на них я учусь, да, я на всех детях учусь, и хотела бы сказать, что у меня закончила с красным дипломом, с очень хорошей программой ученица Николаева Эвелина, сама она, у неё папа Эвенк, и такая очень одарённая, очень талантливая девочка, до сих пор мы вспоминаем её, и я её вспоминаю с благодарностью. Есть такие дети, которых на всю жизнь вспоминаю, да, самое отрадное, что она как раз из представителей коренного малочисленного народа. Коренного малочисленного народа. Я считаю, что дети и представители, они очень талантливые, северные дети очень талантливые, и в каком-то году, наверное, года три назад у нас была встреча в мэрии, мы приходили с вице-президентом, это Любовь Викторовна Христофорова, и ещё представители встречались с заместителем, не помню сейчас фамилии, и там мы озвучили свою идею о создании такой школы, где было бы классическое образование музыкальное, и с внедрением предметов по изучению национальной культуры народов, населяющих именно Якутию, Эвенскую, Эвенкейскую, Юкагирскую, Чукотскую, это было бы, это было бы вообще как бы аналогов как бы нет нигде, но это было бы вообще здорово. Да, идея очень хорошая, и на какой стадии она сегодня? Пока на стадии идей, разговоров, очень хотим, чтобы она внедрилась. Я думаю, надо будировать этот вопрос. Надо будировать этот вопрос на всех инстанциях, потому что у меня почему бы такая мысль возникла, я разговариваю с теми людьми, которые переехали по каким-то обстоятельствам в город, и я спрашиваю, почему не идете в музыкальную школу, вот ребенок пошел в школу в 7 лет, мы боимся, мы считаем, что мы не как бы альтернатива для городских, мы не конкурентны, то есть как бы заниженная самооценка, вот что удивило меня, и почему такое происходит, потому что наши села отдалены, наши села далеко от города, от центра, и вот поэтому вот такое сознание, оно как бы бьет приложит. Это скорее родители, наверное, сами себя считают. Они сами себя, так дело в том, что это отражается, на детях. А дети-то? Дети, да, на детях отражаются. А дети в 7 лет, они этого не понимают, они впитывают, все получают, они развиваются, как раз и надо водить. Как раз и надо водить, как раз и надо смело идти, потому что я считаю, что да, действительно, они очень талантливые дети, потому что они живут в окружении природы, они живут в среде, где вот это вот происходит, каждый день песни, каждый день там слышишь речь, каждый день что-то происходит из таких вот культурных явлений. Вот это очень хорошая идея насчет музыкальной школы с изучением именно вот этнической культуры. Да, надо говорить об этом постоянно и добиваться. Хорошо. Думаю, что перед вами много целей и задач на предстоящие пять лет, по крайней мере, после съезда, которые поздравляются вновь избранием председателем. Это доверие народа, конечно, и работы очень много. Тем более, что общественная работа, она подразумевает это бесплатная работа, когда только на энтузиазме, сам хочешь и работаешь. Мне это очень нравится. Это работа, сама тоже занимаюсь общественной деятельностью и желаю вам больших успехов, чтобы все получилось у наших Лаур и Витланов. Спасибо. Жанна Андреевна, а если так, у нас в республике более 30 лет уже очень активно работают этнические наши общины, ассоциации, союзы, и в районах очень активизировались, особенно последние годы. Люди понимают, что если не мы сами, то никто. Хотя поддержка и от правительства нашей республики, и от правительства Российской Федерации идет определенная, но сохранить-то язык и народ только мы сами сможем. Все правильно. Все от нас зависит. если говорить о Чукчах Колымского, как они сегодня пандемийный год пережили, как они сегодня работают, скоро Путина начнется, да? Пандемия, она, наверное, как бы расставила все на свои места, потому что в семьях больше появилось общение, в семьях больше появились какие-то такие важные, ценные, какие-то ценные действия, да, стали больше ездить куда, в тундру, стали больше общаться со своими бабушками, с дедушками. Это тоже оказывает такую положительную роль в возрастании, возрастании национального самосознания и самоиндентификации, да, чтобы мы уже как бы на том периоде, когда нам трудно сейчас уловить молодежь, потому что их манит вот это вот интернет, да, их манит сидение за компьютером, но то, что у нас пока интернет не очень хороший, тоже как бы спасает, тоже спасает, и дети играют еще живые игры, дети разговаривают, дети чему-то стремятся, дети тянутся, большая работа, конечно, школы, большая работа учителя чукотского языка, заслуженного учителя республики Саха-Якутии, Дичкова, Веры Гавриловны, чем мы ее поздравляем с ее высокой оценкой. Автор азбуки, который уже вот 9 или 8 лет она уже эта азбука себя показывает, оправдывает ли она? Да, пользуясь случаем, хочется все-таки сказать слова благодарности Александру Николаевичу Жиркову, который как-то так с такой теплотой, с такой активностью, так активно нам повернулся в помощи, во-первых, в издании этой Мурген-Азбука, потом каких-то в решении каких-то вопросов тоже. Мы к кому обращались? Мы в первую очередь к нему обращались. И всегда были уверены, что он никогда не откажет. И всегда помогал нам. Он даже по-чукотски, по-моему, говорил. Он даже говорил, потому что он действительно очень большое участие принял в жизни чукотского народа. Вот в последних событиях я даже скажу, что он оставил очень, уже сейчас оставляет очень большой такой след, заметный след в развитии чукотского народа. С момента азбуки, выпуска азбуки прошло уже более 9 лет, и следом вышла Мурген-Букварь. И сейчас уже где-то насчитывается около 7 изданий на нашем диалекте, и рассчитанное для детей именно чукотской группы в Колымской школе. Так как я сама являюсь автором этих изданий, у нас принцип очень простой. Мы берем любой текст, который выдумали сами, который отражает нашу быту, культуру, наши обычаи, и переводим это все на чукотский язык, чтобы это было доступно, чтобы это было просто, чтобы это было интересно для самих детей, и сопровождаем это рисунками, которые тоже отокружают родную такую среду, природу, и фотографии со знакомыми лицами, со знакомыми в действии, свою бабушку, увидеть в буквы самого себя, это очень сильная мотивация, я считаю, и это тоже как бы помогает нам в общем деле. Говоря о чукотском языке, я всегда пытаюсь его прочитать и думаю, что очень сложный, это, наверное, какой-то специальный речевой аппарат надо иметь какие-то специально, потому что некоторые слова вообще невозможно даже произнести, да, звуки, прочитать или произнести вот эти звуки, детям хорошо даются. Вот самое интересное, что я еще когда работала в Колымском, была воспитателем в детском саду, и дети чукотские, именно они без труда произносили специфические звуки. Спасибо большое, Жанна Андреевна, что вы пришли сегодня к нам на эфир. Дорогие телезрители, радиослушатели, спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня в этот такой замечательный летний день. Мы прощаемся с вами, до следующей встречи, в следующий четверг. До свидания. Ай, Макань. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин